Здравствуйте, я Лилия Игликова. О многовекторной политике Казахстана говорим с политиком-экономистом Петром Своеком. Петр Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Переговоры Путина и Байдена прошли на вилле Лагранж в Женеве. Там же, если вы помните, в 1985 году проходили переговоры генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана. Вопрос, по вашему мнению, во что трансформировалась тогдашняя холодная война Америки с Советским Союзом? Может быть, в холодную дружбу Америки с теперь уже одиноко огрызающейся Россией? Ой, Лилия, очень хороший вопрос и вот эта вот аналогия. Ведь тогда, между прочим, Горбачев с Рейганом тоже ни о чем не договорились, как и сейчас. Они договорились о том, что они друг друга не будут воевать и взаимно истреблять. И даже подписали некую декларацию. Ну, ровно то же, что и сейчас произошло. Но та встреча была, подводила некий итог предыдущей исторической эпохи, целой эпохи, и начинала новую историческую эпоху. Это тоже, кстати. Поясняю. Вот та историческая эпоха, черту под которой начали подводить Горбачев и Рейган, она началась по итогам Первой, еще Первой мировой войны, революции в Российской империи и в Германии. Дальше добавилась итогами Второй мировой войны. И кульминацией той исторической эпохи был где-то союз Сталина с Мао. После этого все пошло уже немножко на разделение. То есть Хрущев и разоблачение культа личности — это ссора, вдрызг ссора с Китаем. Дальше они по отдельности пошли. Значит, Китай — это большой скачок, катастрофический провал, это культурная революция, и потом сначала тайные в начале 70-х, а потом уже открытый союз с Америкой. То есть Китай стали выдергивать на ту сторону. А российские коммунисты тем временем еще при Хрущеве уже стали подсаживаться, типа подсаживать Запад на нефтяную и газовую углу. Пошли первые стратегические нефти и газопроводы. Оно бы и неплохо, если бы Европу подсадили, но сами сели на продовольственную зависимость, крупнейшую продовольственную зависимость. И Горбачев фактически подвел итог вот этой вот ситуации и стал дальше с катастрофической скоростью после этого первого заседания. Оно было первое после длительного охлаждения, потому что была война в Афганистане, был южнокорейский сбитый Боинг, империя зла и так далее. И дальше Горбачев буквально в несколько лет после этой первой встречи слил всю систему. Что сейчас происходит? Сейчас происходит новое разделение мира. Причем кто его делит? Товарищи американцы его поделили уже вполне официально с участием в том числе и Евросоюза. Ведь перед этой встречей был саммит большой всего Запада. Они там согласились, что Китай — это главный соперник, противник, и его надо выпихивать. А Россия — это тоже противник. То есть, по крайней мере, на три части мир поделили сами же осуществители нынешней глобализации. Не первый раз поделили, потому что вообще на самом деле дележку начал еще товарищ Обама. Он уже начал противодействовать Китаю. А Россию тогда они пытались приструнить, потому что поведение Путина они считали пока просто девиантным тогда. На самом деле Россия начала проводить другую политику еще с момента ареста Ходорковского и национализации ЮКОСа. Это какой там, 2003 или что-то вот такой год. Потом речь Путина, который они тоже чуть-чуть говорит, не очень понятное. То есть, это как бы неисправный ученик, которого надо заставить правильно делать уроки и в случае чего пригрозить, что родителей в школу вызовут. Вот. И сначала пытались так. Вот Обама, вот Россия это страна-бензоколонка, вот разорванная в клочья экономики в результате санкций. То есть, ученика стали изо всех сил наказывать. Ну, что-то он как-то, как-то не стал все равно учиться правильно в этой школе. Вот. Классная руководительница Меркель там что-то пыталась тоже с ними сделать. Макрон там, учитель чего, не знаю, тоже по Украине пытались как-то замерить. Ну, Путин встречался и с Трампом, но Трамп, он пошел поперек самого же Запада. То есть, он стал выпихивать Европу, не только Китай и Россию, но он и Европу стал выпихивать от себя. Он из Парижского соглашения вышел. То есть, он был такой чудак, диссидент даже в западном смысле. Байден объединил все, вернул и в климатическую повестку, и в политическую повестку. Байден, прежде чем встречаться с Путиным, провел расширенный педсовет. Все там собрались, все обсудили. И встреча эта Байдена, вот кто-то говорит, она безрезультативная. Это статусная встреча. Весь школьный педсовет во главе с директором решили, что это уже не ученик, и с ним надо разговаривать уже как, желательно, как с подчиненным, желательно ему какие-то сроки устанавливать, там, посмотрим следующие полгода на твое поведение. Но это уже, это педагогический тупик, это уже невоспитуемый. Вот, то есть правильно они сказали, Китай отдельно, Россия отдельно, а мы все вместе. И что-то с Россией надо с этой делать, сдерживать ее, ну, одновременно и находить некие точки соприкосновения. Потому что мир-то разделился, фактически уже разделился. Главного разделения по валютным зонам еще не произошло. Вот, но все идет туда, и назад пути уже не будет. А кто кого сдаст после вот этой первой встречи, это очень интересный, интригующий вопрос. Журналистское сообщество выдвинуло самых смелых своих представителей для интервью с Путиным и с Байденом. Прозвучали провокационные вопросы, но если Байден, отвечая на вопрос, считает ли он до сих пор Путина убийцей, ежился и мямлил, то Путин открыто защищал Байдена. Говорил, процитирую даже, тот образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью. По вашему мнению, это личное отношение президента Путина к президенту Байдену или часть политики? Это, конечно, высокая политика. И тут Путин как личность очень хорош. Он ни с кем не боится встречаться, он ни на один вопрос не отлынивает. Ну, есть, конечно, и заготовки, но вообще он великолепен и как импровизатор. Его ненавистники очень сильно по этому поводу дополнительно его не любят. Вот, категорически его не любят. Вот. Но надо сказать, что он на высоте. Ну, у Байдена так не получается. Тут и возраст, и, ну, и другая там политическая, может быть, школа, культура. Хотя не случайно более живой, более мобильный и так далее лидер сейчас в России, нежели в Америке. Но в любом случае Байден, даже если он по два раза спотыкается на трапе, он в любом случае полномочный и вполне адекватный представитель консолидированного Запада, который пока что правит миром. Пока что правит миром. Какие аспекты этой встречи вы назвали бы самыми значимыми или сам факт того, что встреча состоялась? Факт. Когда Обама встречался с Путиным, это все-таки еще была надежда, что директор школы и с учеником встречается. Ну, ученик так себя вел уже тогда, но у директора была полная иллюзия, что ученик пока что в его школе. Вот. Ну, Байден, я говорю, он чужак был и для той стороны чужак. Поэтому, о чем бы он ни договаривался, он эти договоренности просто выполнить не мог. Ну, так оно и получилось. То есть, Трамп это, я говорю. А Байден, он зафиксировал статус. Он зафиксировал статус, от которого надо двигаться. Послов вернули. Вот. То, что там не договорились по каким-то другим вопросам, это дело будущее. Вот. Важно, что сейчас на этом стадии зафиксировали, ну, скажем так, стороны не признали, что они равноправны. Ну, во всяком случае, та западная сторона считает по-прежнему, что она может как-то там диктовать, высказывать. Вот. Но по факту, коли они встретились, значит, это уже равновесие. — Петр Владимирович, вы сказали, что мир разделен на три части. — Как минимум. — Как в этой картине мира выглядим мы? Многовекторно или на раскоряку? — Мы многовекторно. Ну, слово «раскоряку» это не я употребил, хотя оно тут тоже годится. У него же не совсем позитивная коннотация у этого слова. Ну, давайте вот я отработаю эту версию. — Мы укоренены во всех, по всем векторам. Кстати, не факт, что мир будет разделен на три части. Пока что вот в данный момент тот расширенный педсовет поделил мир на три части, имея в виду, что Запад, он консолидирован, Америка и Европа консолидированы, что далеко не факт. Новый Трамп может прийти, опять Европу от себя отпихнет. То есть мир может быть четырехполярный, плюс никуда мы не денем и исламский мир, и Индию, и много чего другого. Но центров вот как минимум три. Мы сколько центров не возьмем, мы везде укоренены. Мы укоренены очень плотно, в том числе через нашу компрадорскую верхушку правящую, в Европе. И по экспорту, и по иностранным кредитам, и по инвестициям мы все полностью там и должны эту линию отрабатывать изо всех сил. Мы укоренены почти так же, это наращивается, но сейчас пока еще на втором месте, зависимость экспортно-сырьевая от Китая. И по деньгам тоже поменьше, чем от Европы, но тоже укоренены. И мы укоренены в торговом, именно как сбытовая провинция России. И, конечно, полностью укоренены фактически безальтернативно в российском информационном и во многом идеологическом пространстве. И мы вынуждены, у нас другого выхода нет, подыгрывать всем этим направлениям. То, что наши власти и за все на свете, а не за либерализацию. И вот, пожалуйста, национальный план развития Казахстана до 2025 года. Это стопроцентная либеральная бла-бла. Не осуществимая, но стопроцентная либеральная бла-бла. Насчет того, что надо выполнить все установки Организации экономического сотрудничества и развития и вступить в нее. А что такое ОСР? ОСР это, если брать по списку, это НАТО плюс еще Израиль, который все равно часть западного альянса. Можем мы вступить в НАТО? Нет, конечно. Но это написано там. Точно так же, как там написано, что в 2025 году мы должны иметь общий рынок евразийский. По электроэнергетике, по нефти, по газу, по нефтепродуктам и по, внимание, финансам. А это не совпадает никак. А это в одном документе написано. То есть мы вынуждены отыгрывать все на свете. У нас есть план с Китаем, там 55 или сколько-то производств сюда переносить. То есть мы везде. Но я должен сказать, что вот эта вынужденная, ну или объективная, обусловленная казахская внешняя многовекторность, она очень неосмотрительна и в этом смысле опасна, перекошена изнутри. Вот я, наверное, отдельно эту тему разовью про эту самую перекошенную внутреннюю казахскую многовекторность. Но пока давайте по вашим вопросам пойдем. Хватит ли терпения у наших слушателей ждать еще несколько вопросов? Лучше, наверное, я попрошу вас сейчас раскрыть этот вопрос о перекошенности изнутри. Ну вот давайте смотреть. У нас трехпартийная система многовекторная типа. Вот. Но куда эти векторы смотрят? Ну куда Нуратан смотрит, который посередине? Ну будем считать, что он никуда и не должен смотреть. Он посередине, он за все хорошее. Вот. Ладно. Но у нас есть еще вектор прозападный, либеральный. Он же компрадорский, он же националистический. Это партия Акжол. Они тут свою роль исполняют. Вот. Вот. Это Ашавшилык. Это отрицание всей истории Казахстана XX века с выпячиванием только недостатков. Колониальное прошлое и всякое такое. Вот. То есть партия Акжол, она на своем месте. Она служит. Вот. Азад Перуашев тут молодец. Он жизнь на это положил. Очень высокопрофессионально это делает. Он служит, ну не только иностранному капиталу, но, скажем так, иностранному, плюс компрадорскому капиталу. Он обслуживает национал-патриотический вектор Казахстана, который имеет место быть. Тут они на своем месте. Но, внимание, если мир уже поделен, а через некоторое время это деление будет углубляться еще и разделением, скажем, на валютные зоны, ну, читай программу, в которой сказано, что к 2025 году мы будем иметь общий рынок и нефтепродуктов, и финансов с Евразией, ну, с Россией. Это, может, страшно не нравится, но это в ту же сторону идет. То эту часть казахской многовекторности надо бы отрабатывать и изнутри. А что у нас изнутри есть? В смысле, хотя бы такой закудалой, хотя бы такой вот прямо там скромненькой на периферии, но евразийской идеи. А это же будущее на самом деле. Оно, допустим, кого-то категорически не устраивает, кого-то пугает. Но будущее же это. Ведь Казахстан же не станет частью английского содружества или там союза Америки с Западной Европой. По всему желанию. Отдельный человек туда может уйти и там раствориться. Страна же туда. Да ее туда никто и не возьмет. Нас эксплуатирует внешнее финансовое и сырьевое, но мы никогда даже до статуса какой-нибудь там Болгарии или Румынии не доберемся ни географически, ни исторически. Вот. То есть наше место в этой части, даже если это кого-то сильно пугает. Ну так это же надо готовить. А у нас на этой части что есть? Вот была у нас такая коммунистическая народная партия, которые взяли и переименовались. Вообще смена имени — это как смена биографии, это очень символический жест. Они что вообще этим жестом просимволизировали? О том, что они вероотступники, что ли? О том, что они отказываются от своей собственной, своих отцов и дедов истории, от своего настоящего. Вот. За какой такой они сейчас народ? Это вот они сейчас просто, я извиняюсь, воздух пинают. Они очень-очень много шумят. Они выступают с разными инициативами. Они, наверное, опережают всех, я так думаю. Я особо не слежу, но думаю, что они опережают всех или, во всяком случае, не отстают от более многочисленных фракций этими своими запросами. Вот. Но кто они такие вообще? То есть тут нет лица. Можно ли это привести как пример кризиса внутренней идеологии? Конечно. Ну, с одной стороны, можно сказать, им администрация не разрешает. Их не для того пускали в парламент, чтобы они там начали топить за союз с Россией. Вот. Из-за возрождения там социализма. Или за социализм с новым лицом. Им этого нельзя. Допустим. Вот. Ну, а сама администрация, она что не понимает, что надо? Вот администрация привыкла правой рукой, аккуратно, немножко из-под тяжка, но аккуратно пестовать, поднимать, поддерживать нацпатов. Вот. Дополнительных на усиление включили сейчас в парламент. Будто там их до этого не хватало. Вот. Ну, так слушай, администрация, ты же должна хотя бы ради балансировки, хотя бы ради того, чтобы не сильно перекашиваться, ты должна немножко поддержать и вот этих вот евразийцев. Ведь на одной русофобии, а сейчас посмотри политическое пространство, все за суверенитет, за независимость. А независимость, это значит независимость ни от чего в современном мире. Это самое плохое, что можно придумать, это ни от чего не зависеть. Вот. Ну и там дальше можно перечислять, за что все наши замечательные политологи, эксперты и так далее, и так далее. Но это же заканчивается и будет впереди совсем другая система, к которой надо готовиться и как-то немножко локтями толкаться свое место там, застолбить. Вот. А иначе просто придут и скажут. А мы начнем сетовать, горевать. Опять вспоминать про колониальное прошлое и жалеть себя вместо того, чтобы готовиться к этому будущему. Петр Владимирович, вы упомянули об иностранном капитале, который поддерживает нашу перекошенность изнутри. Но холодные войны уже официально ушли в историю. В классическую версию гибридных войн вот такое внешнее влияние вроде бы не вписывается. Тогда во что же вписывается давление извне на внутреннюю политику? Как это можно назвать? Как можно назвать такой гибрид? Торговые войны, информационные войны. Но это и есть гибридная война. Плюс нахождение иностранных агентов в стране. Слава богу, пока что современная война идет вот такими методами, как идеология, фразеология, информатика и так далее. Хотя не исключено и горячие военные развязки. Потому что между претензиями сохранения Америки и новыми претензиями Китая на глобальное доминирование. Это же правильно, ведь американцы говорят, что Китай главный вызов. Значит, там могут начать мериться и силами. Ну, по крайней мере, вокруг Тайвана. Тогда вопрос, кто же мы в этой войне? Вопрос. И с одной стороны, я вполне могу и понять, и даже оправдать действия верховной власти Казахстана, которая везде. Во всех окопах мы. И кто бы в атаку не поднялся, мы там сзади бежим и тоже кричим «Ура!». В любую сторону. Мы за Евразийский союз? Конечно. Мы за латинизацию казахского языка? Конечно. Мы за гражданское общество в Казахстане? Конечно. Мы за создание казахской нации? Конечно. Мы за правильный учет истории и за отказ от ревизии истории? Конечно. А мы за то, чтобы Мустафу Чакая не только реабилитировать, но и начать наказывать тех, кто против этого. Конечно. То есть мы за всех. И власти, в общем, с одной стороны, правильно говорят, давайте хоть так держаться. Вот если мы начнем в общественный дискурс впихивать все то многообразие, которое есть в Казахстане, а у нас его, слава богу, достаточно, то мы можем в какую-нибудь Ягославию сами собой превратиться. В этом какой-то смысл есть, да. Но если ты так держишь перекошенным все общественное пространство, политическое пространство, а парламент у нас откровенно, однобоко и крайне опасно перекошен, вот, то это вообще не в... значит, администрация президента чего-то недодумывает, недопонимает, излишне опасается, боится рискнуть. А хоть немножко-то подстелить соломку под совершенно очевидно формирующимся будущим, давно пора. Спасибо вам за интервью. До свидания.